Музыка Вы прекрасно понимаете, в каком состоянии сегодня находится власть. Вы прекрасно понимаете, что именно она несет ответственность за то, что сегодня происходит в нашей стране, в том числе и за разрушение вооруженных сил России. Вот почти сто лет назад был такой князь Юсупов. Сейчас, похоже, нет ни князей, фамилия Юсупова, наверное, есть. Но вот такой офицер или такая группа офицеров может найтись в России и взять на себя ответственность, чтобы положить конец политическим проходимцам и авантюристам. Достаточно вспомнить фамилию Юшинкова, достаточно вспомнить фамилию Рохлина. И как только появится лидер в какой-либо организации, который реально начнет представлять угрозу для кого-то из правящих, его наверняка отправят вслед за этими товарищами. Поэтому прежде всего, я еще раз хочу повторить, мы должны объединиться, объединенными силами предоставить безопасность нашим лидерам. И только после этого мы можем вести. И движение защиты считает, что это сейчас можно сделать мирным путем. Для этого надо только немножко свои амбиции умерить, немножко, как сказать, совместно оценить обстановку и принять соответствующие меры по объединению. Конечно, есть в стране офицеры, но есть такая поговорка, не надо бежать переди паровоза. Если говорить, народ сегодня ведь не созрел. Для более решительных протестов, сегодня не созрел народ. То есть ситуация не создалась еще. А Квачков сегодня был бы более полезен на свободе, чем там, где он сегодня находится. Одно дело, одно говорить, другое дело, что мы мыслим и обсуждаем. Если говорить про офицеров кадровых, которые сейчас находятся в рядах вооруженных сил, в внутренних войсках полиции, чем выше к этой гниющей рыбьей голове, тем меньше там порядочных людей. Объяснить это очень просто. Вот неоднократно даже сегодня уже прозвучало, что с нашим народом ведется война. Нас убивают. Если бы была на то действительно властная воля нынешнего типа президента, он бы уже нашел нужные слова и сделал бы так, чтобы гибель его народа прекратилась. Но так как мы не его народ, он этого не делает. Он как минимум не выполняет присягу, не говоря уже про все остальные преступления, которые это существо или тот, кого выдают за это существо, совершил. Поэтому, когда вот показывают по телеку, когда там сидит типа Путин и рядом якобы там министры его, вот все силовики, которые сидят с ним на одних заседаниях и до сих пор его не арестовали, не скрутили ему руки, не пристрелили его как бешеного пса, они такие же уголовные преступники, как и он. Вот эти все министры, это все первые экстремисты в нашей стране. Даже если выполнять ублюдочный закон о противодействии экстремизма, который нам навязали, то в первую очередь по этому закону должны попасть вот это вот кодло все. Но этого не происходит. Поэтому следующий вопрос наш к заместителям этих должностных лиц. А почему вы не арестовываете ваших министров, не выкручиваете им руки? Или хотя бы на совещаниях не задаете им вот этот вот вопрос? А раз вы этого не делаете, вы тоже в одной банде и тоже вместе с ними. И так вот эту вот линию мы можем опустить в самый низ. Чем ниже, тем больше порядочных людей. Есть надежда, что где-то на каком-то уровне эти вопросы начинают задаваться. Но на этом уровне недостаточно управленческого ресурса, телефонного права, нет возможности оперативно поднять людей, снабдить их вооружением. Поэтому надеяться на то, что сейчас вдруг какая-то группа людей в погонах исправит положение в стране, я не считаю возможным. Более того, вот так называемые силовые структуры, все специальные службы, работу которых мы сейчас выполняем, они должны безопасность государства обеспечивать, а не мы. Так вот, они, может быть, где-то втайне мечтают. Ну да, типа там у Путина доверие к нему пропало, мы сейчас вместо него кого-то своего пропихнем. Даже если они это захотят сделать, это будет не во благо народа, а для того, чтобы им сохранить свои места. Они сейчас все занимаются выживанием. И преступно надеяться, что какая-то военная группировка исправит положение в стране. Потому что это на самом деле ничего не исправит. Заменится икона, ширма, а под ней останется вся та же самая мразь. Я еще раз хочу сказать, пока мы сами не организуемся с самого низу, ничего не изменится. Субтитры создавал DimaTorzok